Самарская область получит более 300 миллионов рублей с федерального бюджета на закупку газомоторной коммунальной техники. Это 10% от общей суммы субсидий, предусмотренных для российских регионов. Больше получит только Татарстан, Башкортостан и Крым. Общая сумма – 3 миллиарда. Соответствующее распоряжение было рассмотрено, одобрено правительством страны и подписано премьер-министром. О преимуществах перехода на газ говорили на совещании в Набережных Челнах. Также в рамках мероприятия был подписан меморандум о развитии технологии и инфраструктуры по использованию газомоторного топлива в Самарской области. Подробнее Виталий Портнов. В Самарской области госпрограмма по развитию рынка газомоторного топлива успешно реализуется. С ее помощью на средства федерального областного бюджета было приобретено 82 автобуса. Закупят еще 130 для Самары, Тольятти и Сызрани. К 2020 году необходимо перевести большую часть транспорта на природный газ и создать сеть заправочных станций. Четырехсторонние соглашения правительства Самарской области ОАО «АвтоВАЗ», ООО «Газпром газомоторное топливо» и ООО «АТС-сервис» было подписано в Набережных Челнах. Мы сейчас заявились на автобусы, на коммунальную технику и так далее, другие виды техники. Наша заявка по объему в третье. Нам федеральный бюджет выделяет 320 миллионов рублей из 4 миллиардов, которые выделяются по всей стране. То есть мы где-то получаем примерно 8-9% от всей суммы, которая выделяется на страну для того, чтобы купить этот транспорт. Там есть и софинансирование, мы будем софинансировать. Как отметил губернатор, при переходе на газомоторное топливо экономить будет не только региональный бюджет, но и автолюбители. Толятинский завод «АвтоВАЗ» выпустит пилотную партию. Это порядка 300 машин «Ладо Ларгус» на природном газе. Экологический класс автомобилей при этом будет составлять евро 6. У нас есть готовые технологии для оборудования машин с использованием сжатого природного газа для серии «Ладо Ларгус» и «Ладо Гранта». Какие преимущества? Стоимость на 1 километр природного газа – 77 копеек, а бензина – 2,5 рубля. И двигатель при этом дольше работает. На одной заправке природным газом и бензином можно проехать до 1000 километров. Это важное обязательство для нас, но необходима поддержка правительства страны и области. В данный момент «АвтоВАЗ» уже собирает 6 «Ладо Веста» в день. За 5 месяцев до официального старта успешно произвели первую «Ладо X-Ray» на сборочной линии. В ходе совещаний по развитию газомоторного топлива президент завода предложил рассмотреть возможность производства новых моделей в двухтопливном варианте. Правительство страны Самарской области готово поддержать «Автогигант» в этом направлении. Будем исходить из возможностей, но для нас это приоритетное направление, поэтому сумма должна быть не меньше, чем на 15-й год. Другой вопрос, как мы будем ее предоставлять, так же, как по формату прошлого года и этого, непосредственно с субъектом, либо будем предоставлять скидку автопроизводителям для того, чтобы расширить перечень потребителей, включая в том числе и коммерческие компании. Участники совещания отметили рост рынка газомоторного топлива, особенно в Приволжском федеральном округе. Потребление превышает общероссийское. Цена кубометра на 10% ниже, чем в среднем по стране. 8 из 11 регионов ПФО входят в число 23 пилотных, перешедших на газ. Ряд губернаторов отмечали, что объем софинансирования регионов даже несколько больше, чем софинансирование за счет федеральной субсидии. Почему? Потому что для всех сегодня уже очевидно, это реальное достижение последних двух лет, что газомоторное топливо, на него нужно переходить, нужно переводить технику коммунальную, нужно переводить технику автобусного парка муниципального. Мы сейчас уже говорим о сельхозтехнике, мы сейчас говорим уже о речном транспорте, о газотрубовозах и так далее. Перевод сельхозтехники на газомоторное топливо экономически обоснован. Это выгодно прежде всего для самих фермеров. Появится возможность закупить больше машин. Самарские аграрии на природном газе будут работать уже к 2020 году. Это значительно выгоднее для тех же фермеров, людей, работающих на селе. И, естественно, плюс газомоторного топлива – это экологичность. Это исключительно важно для крупных городов-миллионников. Для Самары, для Тольятти в том числе. Это вопрос очень важный. Он дает в перспективе очень хороший экономический эффект. Там обсчитывали, сегодня переводились цифры. Он дает по Приворскому округу десятки миллиардов рублей экономии. Именно с этой целью был подписан четырехсторонний меморандум. Это соглашение даст серьезный экономический эффект не только для Самарской области, но и в будущем для всей страны. Особенно сейчас, когда ситуация для развития рынка газомоторного топлива благоприятна. Виталий Портнов, Александр Ерофеев. Новости губернии. Набережные Челны. Республика Татарстан.